сегодня нас ждет большое приключение пришло время чтобы перепрыгнуть через время поэтому смотрите учитесь действуйте здравствуйте друзья с вами чеширский кот и через несколько дней у нас будет как мы находимся полгода на одном месте работы на лесопилке в рода малинецком польши это святокширское воеводство повиат конске и так хочу сказать что здесь есть и плюсы естественно и минусы да плюсы могу озвучить прямо сейчас так как она есть то есть когда я что-то рассказываю то это на самом деле правдиво есть конечно минусы но я как бы о них умолчу может быть потом расскажу но это когда придет время сейчас она еще естественно не пришло на днях хотим записать алекса его мнение его впечатления то что ему нравится что не нравится после двух месяцев он сейчас уже находится два месяца сегодня как раз ровно два месяца может быть завтра мы запишем ролик вот хочу сказать что мы подали здесь на карта побыта мы сюда приехали надежде переждать коронавирус потом нам понравилось очень многое и мы здесь остались сейчас вторая волна коронавируса и как бы польша сейчас полностью в красной зоне сегодня с него числа 24 октября суббота вы знаете это да наверное не только я это говорю на каждый блогер который находится в польше рассказывает об этом те темы которые каждый рассказывает из каждого утюга я их не затрагиваю потому что и так это всем уже известно если я буду повторять почти что одно и то же но естественно буду повторять это своими словами но смысл будет один это будет неинтересно вот ребята плюсы хочу сказать на лесопилки до останки у меня не тяжелые где работаю на таких станках она как не тяжелые они просто легче чем все остальные поэтому как бы в этом я ну не могу пожаловаться это нормально работаю я восемь часов всегда никогда не остаюсь потом на до семи часов как наши мальчишки наших мальчишек просят теперь оставаться три раза в неделю как обязаловка раньше это было как по желанию да можете 8 работать можете 12 и теперь как бы их просят добровольно принудительно я работаю 8 всегда часов в субботу у нас как бы было был вот этот день он был у нас добровольный а сейчас у меня всегда добровольный бывает и как бы я иногда прихожу иногда не прихожу в субботу так и плюсы хочу сказать коллектив отличный вот все кто там работает весь штат во всех цехах до 4 цеха у нас и все доброжелательные веселые такие не ни одного сплетника нет ни одного такого кого-то негативного человека нет все нормальные все отличные вот вы как по человеческим качествам хорошие люди да и как бы и мужчины и женщины девчонки и мальчишки коллектив отличный вот если мы куда-то уедем другое место хотелось бы с некоторыми даже поддерживать отношения какие-то да может быть фейсбуке может еще как-то коллектив классный хочу сказать так дальше плюсы то что мы ни за что не платим мы живем вот в доме два этажа 200 квадратов 4 человека до сначала мы жили с ежиком вдвоем а потом приехал виталий и потом два месяца назад приехал еще алекс вот у каждого своя комната все живут спокойно легко нормально то есть ничего такого нет да как бы негативного такого а вот собачка которая у нас была вассель ему лучше находиться у прежних хозяев естественно а это у шефа у нашего он жил раньше там и ну то есть он у него там как бы он привык да у него там собаки друзья в этом доме в этом дворе и люди все да как бы знакомы здесь ему нехорошо потому что нас целый день нету мы на работе потом приезжаем пока там печку натопим пока там дрова вот это все и вы потом приготовим покушать и выносим ему уже покушать и все и уже темно то есть как бы с ним не очень общаемся ему скучно одному плохо а там у него как бы такой коллектив который он привык да с кем он жил вот он находится там сейчас собачка вассель а вот и и я хочу сказать что здесь свежий хороший воздух здесь много грибов много ягод здесь много животных здесь отличная экология лес смешанный такой и хвойники березы и как бы дубы то есть по поводу экологии все хорошо все нормально мы сейчас находимся на печати то есть мы сдали документы на карта побыта мы уже туда приезжали мы сдавали отпечатки пальцев заполняли дополнительный внесок и мы просто ждем уже сейчас карта побыта есть такой законопроект новый вы тоже все о нем знаете что где-то в ноябре декабре может быть его примут если его примут будет замечательно это для иностранцев законопроект что теперь карта побыта не могут рассматривать более двух месяцев потому что ждут люди больших городах и по полтора и по два года не могут дождаться никак в н же вот это вот карта побыта часа века и если примут такой закон что как решается сокращается штат что же он очень раздутый как бы очень много народу и она все затягивается то есть при новом законе уже не нужно будет такой штат столько народу который занимается именно картами побыта потому что обязывают их уже он дает эти чтобы они рассматривали это дело и давали ответ уже через два месяца и на апелляцию если там вам пришел отказ как бы максимум 90 дней можно вот так же хотят сделать чтобы карта побыта не была привязана к работодателю чтобы человек мог я вот не знаю не привязана вообще к работодателю как бы можно перейти к другому и также чтобы была эта карта побыта дает не подавать на на новую или как там она будет или с одной должности в одном учреждении где работаешь ты когда переходишь на другую уже нужно делать другую карту побыта понимаете это так все неудобно я не знаю зачем это сделано к это первократия непонятная все ждут очень долго все устают от этого и ну как бы те кто приезжает на на заработки суда да они как бы улучшают экономику польши это очень выгодно и удобно для власти для руководства страны да и зачем мы сделали эти вот проблемы с картами я не знаю и вот наверное из-за этого будет новый закон да вот этот законопроект когда если его примут нормально единогласно то все будет очень хорошо вот ребят и мы сейчас находимся на печати то есть у нас вот это все уже было да и отпечатки пальцев мы сдали в кельсы ездили и вот я не знаю ждем принятие нового закона и может быть другую какую-то работу найдем я не знаю поживем увидим посмотрим еще этот коронавирус он как бы затрудняет и останавливает все дела посмотрим ребят вот так с вами был чешир оставляйте комментарии подписывайтесь на канал ставьте лайк и пока пока что что там что там